всем привет это очередной эпизод влога часах и в этом выпуске я постараюсь вам дать несколько советов исходя из своего опыта как же купить часы и не попасть при этом на круглую сумму итак рассмотрим с вами два варианта первый это покупка новых часов у дилера и второй это покупка часов на вторичном рынке первый вариант это покупка новых часов у официального дилера казалось бы ну какие здесь могут быть риски но самый большой это потеря стоимости так как многие модели часов сразу же после покупки теряют до 30 а некоторые до 40 процентов от первоначальной цены поэтому для того чтобы это не стало для вас большим сюрпризом я советую перед покупкой изучить рынок исключением тут являются модели часов на покупку которых у официального дилера стоит очередь поэтому на вторичном рынке цена иногда в два раза выше чем официальная также последнее время популярности набирают так называемые серые дилеры чем они отличаются от официальных тем что они не являются официальными дистрибьюторами часовых марок какой риск заключается в этом случае в том что вам выдадут незаполненную гарантийную карточку и дадут какой-то свой сертификат при условии того что гарантия на часы все-таки есть но она будет идти через фирму в которой вы эти часы приобрели поэтому я вам советую обязательно проверять правильное заполнение гарантийной карточки там должна стоять дата покупки роспись продавца и обязательно печать второй вариант это покупка часов на вторичном рынке какие здесь могут быть риски первое то то что вместо оригинальной модели вам подсунут какую-нибудь дорогую копию и второе это то что вы купите все же оригинальные часы но в неисправном состоянии поэтому я вам советую перед покупкой найти официального дилера и постараться договориться с ним проверить часы на подлинность а также удостовериться что у них чистая история поверьте мне если продавец отказывается нести часы к официальному дилеру то их покупать не стоит также советуем покупать часы только full set что подразумевает наличие всех документов буклетов оригинальных коробочек и главное заполненной правильно заполненной гарантийной карточки если вы все же решились покупать часы на вторичном рынке то я советую вам брать часы на которые все еще распространяется гарантия тем самым вы подстрахуете себя в случае если есть какие-то технические неполадки которые вы не заметили при покупке надеюсь мои советы будут для вас полезны а на этом на сегодня все мы увидимся с вами в следующих выпусках пока